Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Шадрина Анастасия Алексеевна, и совместно с Умной Методикой мы представляем видеоурок, который поможет девятиклассникам написать сочинение на УГ на максимальный балл. Сегодня мы расскажем про сочинение 15.2. В этом видеоуроке я расскажу вам, как необходимо работать на сочинение 15.2. Эта информация будет полезна не только учителям, но и ученикам, которые будут сдавать экзамен в этом году. Расскажу немножко о себе. Меня зовут Шадрина Анастасия Алексеевна. Я кандидат филологических наук. Также я эксперт региональной предметной комиссии по русскому языку. Я проверяю ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, а значит, очень хорошо знакома с критериями оценки данных заданий. Кроме того, я являюсь разработчиком материалов и курсов для живой методики, для онлайн-курса. Также я автор блога о русском языке в Инстаграме. Мой Инстаграм называется Lingva Moderna – современный язык. Я очень рекомендую вам на него подписаться, потому что там много полезных и интересных материалов и о истории языка, и о правилах, орфографии, пунктуации, и просто интересные истории, допустим, этимологические, как этимология помогает правильно писать. Очень рекомендую стать моими читателями и общаться со мной еще таким образом. А мы с вами продолжаем наш разговор про сочинение 15.2. Садание выглядит таким образом. Объясните, как вы понимаете смысл фрагмента текста, и дальше даны те предложения из текста, которые вам необходимо объяснить. Чаще всего это финал, потому что там заключается самое важное, некий такой смысловой итог. Критерии оценки данного вида работы. Верное объяснение содержания фрагмента. Два балла, если мы действительно видим, что ученик понял текст и правильно объяснил, и правильно понял вообще это задание, этот кусочек текста. Дальше три балла ученик получает, если он привел два примера аргумента из текста. Это очень важно. Эти примеры соответствуют объяснению содержания фрагмента. И, конечно, классические наши критерии. Цельность, связность, нет нарушения абзацного членения, нет логических ошибок. Все ясно, четко, понятно. И два балла мы получаем за композиционную стройность и завершенность. То есть у сочинения есть вступление, основная часть и заключение. Такая классическая отряда сочинения рассуждения. Что же получается необходимо сделать для того, чтобы получить максимальный заветный 9 баллов по этому виду работы? Нужно правильно понять смысл фрагмента текста и написать об этом. Кстати говоря, на этом этапе уже можно отсеять тех, кому не стоит писать сочинение 15.2. Если у вас действительно есть проблемы с пониманием текста, бывает такое, или текст попался такой неудачный, что вы видите, что не очень понятно, что же имел в виду автор, и тем более не очень понятен смысл этих предложений, значит, этот вид работы лучше не выбирать. Но при этом, если текст прозрачный, вам все понятно, то сочинение, скорее всего, тоже получится хорошим и высокобальным. Далее. Необходимо привести два примера аргумента из текста. Не просто любые первые, которые попались вам на глаза, а те, которые подтверждают объяснение фрагмента. Чуть позже я об этом подробнее расскажу. Важно соблюдать деление текста на смысловые части абзаца. Проще всего выделять в отдельный абзац каждую часть, допустим, вступление отдельный абзац, два аргумента для каждого отдельный абзац и заключение. Получится четыре абзаца, ну или три, если оба аргумента вы напишите в одном абзаце. Написать нужно сочинение связано, логично, чтобы одна мысль вытекала из другой. И верно выстроить композицию текста. Обычно все с этим хорошо справляются. Вступление, основная часть и вывод или заключение. Пишем вступление. Самое основное, на что мы будем потом нанизывать остальные части нашего сочинения. Вам необходимо объяснить смысл фрагмента, который дан для осмысления. Это и будет тезис. Некоторые рекомендации. Чаще всего вот этот статок, который дана в задании, она содержит идею и некую основную мысль всего текста. Поэтому если весь текст, как вы видите, о том, как важно, допустим, дружить и не передавать друга, скорее всего, в этом предложении тоже прозвучит эта мысль. Объяснять чаще всего можно по такой схеме. Герой, событие, которое произошло, и в некое его отношение к произошедшему. И я очень прошу, от имени всех экспертов, старайтесь сформулировать просто и логично свои мысли. Не нужно излишних таких украшательств и наворотов. Во-первых, вы, скорее всего, там поймаете грамматические речевые ошибки, а мысль останется непонятой. Вот здесь в простоте истина. Например, объясните, как вы понимаете смысл последнего предложения текста. Теперь он менялся на ее глазах, как веточка погойника. Если вы помните, довольно старый текст про Косту и про то, как он изменился в глазах учителец. Я понимаю смысл этой фразы. Итак, говорим про героя Коста. Раньше казался Евгений Иванович неленивым учеником, молчальником. Событие. После того, как учительница увидела внешкольную жизнь мальчика, его заботу о брошенных собаках, изменения, она заинтересовалась Костой. И здесь привязываем к фразе. Он преобразился в ее глазах, также как расцвела удивительными цветами сухая ветка погойника. Но даже без последней фразы объяснение было бы зачтено. Посмотрите примеры из реальных ученических работ. Может быть, они не все будут идеальны, но то, как справляются с этим дети, я думаю, посмотреть полезно. Как вы понимаете смысл финала текста, так теплая дружба и преданность становились счастьем, потому что каждый понимал каждого, и каждый не требовал от другого больше того, что он может дать. В этом основа соль дружбы. Это был текст про Бима. Я понимаю смысл финала так. Человек и собака сдружились. Вот, смотрите, объяснение настолько, что Бим вскоре стал понимать, что от него требует Иван, а еще начал предугадывать дальнейшие действия его хозяина. Конкретно в этом объяснении мне немного не хватает информации о том, что же произошло с хозяином, как хозяин привязался к собаке, потому что это взаимно, и не требовал от нее большего, чем она может дать. Но в целом, я думаю, здесь я бы поставила, наверное, один балл из двух. Но тем не менее, объяснение в ту сторону, но верное. Объясните, как вы понимаете, слова учительницы Елены Михайловны. Они же просили меня помочь им, просили как старшего товарища, как друга, которому доверяют, я виновата перед ними. Это текст о том, как ребята поделились с учительницей своими школьными проблемами, а она не захотела вмешиваться в это и потом очень сильно переживала. Я понимаю слова Елены Михайловны следующим образом. Она считала себя виноватой перед учениками. Вот, да, мы видим, герой ее, какое-то отношение к событию, потому что не послушала их и не помогла Вовке Нефедову. Очень короткое, но очень четкое объяснение, соответствующее тексту, соответствующую авторской позиции в этом тексте. Клише, которые могут нам помочь. Смысл последних строк текста, или данного фрагмента, или финала, подставляйте, что вам надо, заключается в том-то и том-то. Автор привлекает читателя к размышлению. Я считаю, что автор хочет обратить внимание читателя. По моему мнению, смысл данного отрывка я понимаю так. По поводу цитаты. Цитировать можно, но не обязательно. Вы можете сразу начать сочинение с объяснения фрагмента. Далее, основная часть. Как найти примеры? Этот вопрос мучает и терзает большинство учеников, которые выбрали сочинение 15.2. Советую работать по такому алгоритму. Преподаватели тоже могут с учениками разобрать работу по такому алгоритму, я думаю, он им поможет. Вы делите в вашем тезисе две мысли, которые составляют его основу. Ну вот, допустим, да. Про Косту и Евгению Ивановну я выделила две мысли. Что Коста раньше казался ленивым учеником. И вторая мысль о том, что она заинтересовалась Костой, когда увидела его внешкольную жизнь, его заботу о собаках. В каждой мысли, давайте возьмем первую, подчеркиваем два-четыре ключевых слова, в которых содержится основной смысл. Вот в этом примере важно, что Кост оказался ленивым, Евгения Ивановна. И вот ориентируясь на эти ключевые слова, давайте подберем из текста предложения, которые действительно подтвердят эту мысль. Я выбрала вот такие, первое и пятое. Что он вызывающе зевал, она была уверена, что он зевает от скуки. Дальше делаем проверку. Проверяем, будет ли данная фраза или данные фразы аргументом. Совмещаем их следующим образом. Вот эти вот фразы. Это доказывает, что и наша мысль, наш тезис. Он вызывающе зевал на уроках, она была уверена, что он зевает от скуки. Это доказывает, что Кост оказался Евгений Ивановне ленивым учить. Сохраняется логика. Значит, мы все сделали верно, и эти предложения могут стать примерами, аргументами для нашего тезиса. Для второго аргумента шаги повторяем. Важно не просто привести пример, а своими словами еще объяснить, как же он подтверждает или соотносится с той проблемой, которую вы определили. Как оформлять примеры? Цитирование можно, если предложение небольшое, или вы можете часть предложения процитировать. Не забывайте про кавычки. Можно указать номер предложения, если он длинный, или, как я уже говорила, цитировать с заменой опущенных слов в многоточие. Такое частичное цитирование. Например, вот это пример реальной ученической работы. Текст про Суворова. С упорством и настойчивостью, появившимися уже в детстве, он начал готовить себя к военной деятельности. Ученик объясняет. Смысл этого предложения я понимаю. Так, в детстве Суворов был невероятно упорен и настойчив, и благодаря этому он достиг значительных высот в военном деле. Посмотрите, я подчеркнула одну мысль и вторую. И вот ученик, действуя по алгоритму, подбирает примеры для каждой мысли по очереди. Вот про его упорство и настойчивость. Чтобы подтвердить сказанное, обратимся к предложениям 12.14. В ней говорится о том, как маленький Суворов воспитывал себя по специально придуманной им системе. Это доказывает, да, смотрите, он не просто приводит пример, он объясняет. Это доказывает, что он был очень упорный в достижении своей цели – стать военным. Вторая мысль, что он достиг значительных высот в военном деле. В качестве доказательства ученик приводит предложение 29 и цитирует. Там говорится про то, что впереди у него было полное величие трудов в жизни гениального русского полководца. Ученик хорошо справился с заданием и получит максимальный балл за аргументацию. А это 3 балла, немало. Клише, которые могут вам помочь. Для аргумента 1, смотрите, выбирайте то, которое вам нравится, которое вам ложится. И для аргумента 2. Можно все это менять местами, трансформировать. Это всего лишь небольшая помощь, подсказка для того, чтобы вы дальше творили, как вам больше нравится, как вам удобнее и комфортнее. Заключение. Самая простая часть. Вывод. Ваша задача – подвести некий итог вашему размышлению. Еще раз можете обратить внимание на самую главную мысль. Пожалуйста. Именно здесь в выводе чаще всего появляются логические ошибки, когда вывод совершенно не связан с предыдущим сочинением. Он не должен противоречить тому, о чем вы говорили до этого. Он не должен высказывать что-то совершенно новое. Если вы все время говорили про дружбу, странно. Если вы в конце будете говорить, например, об учебе. Я утрирую. Допустим, вот текст про Косту, где учительница поменяла свое мнение. Таким образом сложившееся мнение о ком-то не всегда можно быть правильным. Совпадает по логике с текстом. Когда лучше узнаешь человека, видишь, что он совсем другой. То есть, по сути, мы просто обобщили, сделали некий вывод с всей этой ситуацией. Клише, которые могут вам помочь. Выбирайте то, которое нравится. И вот я вам хочу показать реальное сочинение. Абсолютно. Я специально вставила скрин, чтобы не было вопросов. Я понимаю смысл финала текста следующим образом. Молчанов считал, что собаки очень хорошо разбираются в людях. И если Яна доверилась мальчику, то и инженер может ему доверять. Текст про то, как собака там лаяла, мальчик пришел узнать, в чем дело, и предложил помогать с этой собакой, гулять с ней, когда инженера не будет дома. Подтвердим сказанное на примерах, взятых из текста. Предложение номер 24-25 подтверждает, что Яна посчитала Валерку хорошим человеком. Здесь тоже ученик разделил мысль на два тезиса. И вначале доказал один, потом второй. Предложение номер 45 доказывает, что Валерий Алексеевич, глядя на собаку, сам проникся чувствами к мальчику и даже доверил ему ключ от квартиры. То есть он тоже может ему довериться. Это подтверждение второй мысли. Итак, мы доказали, что собаки чувствуют характер людей, и их чутью можно довериться. Это не блестящее сочинение. Здесь есть повторы. Здесь все достаточно просто, сжато, но тем не менее, здесь нет причин снижать баллы. Здесь абсолютно точное выполнение задания. Очень хочу порекомендовать вам наш интенсив для девятых классов. Потому что видеоурок – это, конечно, хорошо. Здесь я дала всю необходимую информацию, но иногда не хватает каких-то конкретных текстов, упражнений, прописанных для ребят, каких-то шагов. Вот чем мне нравится интенсив, который мы предлагаем в нашей умной методике, это собранный комплект заданий, где есть все. Там есть и подробное объяснение тестовой части с упражнениями. Там есть тексты изложений, которые можно проработать, и информация вся. Там есть все по сочинениям 15.2, 15.3. И опять же, да, и все критерии, и все шаги, которые необходимо проработать с ребятами. То есть это готовый пакет материалов. Бери и занимайся. И это хороший шаг для того, чтобы повысить балл за экзамен. И я думаю, что еще можно успеть это сделать до волны весенних пробников, которая начнется. Очень рекомендую. Если групповые занятия, они возможны по каким-то причинам, или вы видите, что помощь нужна каким-то ученикам отдельно, а все в целом справляются, я хочу рассказать вам про такой проект, который сейчас находится в стадии пилотного запуска, но совсем скоро будет уже готов. Это «Живая методика». Это совершенно новый проект от умной методики «Онлайн-курс». по подготовке девятиклассников к экзамену ОГЭ. Посмотрите, это будут видеоуроки, где будет очень понятное, четкое и интересное объяснение всех заданий. Посмотрите, здесь есть фрагмент того, как объясняется задание тестовое. Обязательно есть примеры, разбор примеров, которые можно посмотреть. И плюс, конечно, это все с обратной связью. То есть потом ученик, который зарегистрировался на этот «Онлайн-курс», он потом может прорешать задание, получить обратную связь от преподавателя, также написать сочинение или изложение. Плюс в курс ходят вебинары с обратной связью, педагогам со мной. И это действительно проект, которым мы гордимся, доказывает, что мы идем в ногу со временем, и я очень рекомендую обратить на него внимание. Совсем скоро мы откроем его предпродажу. А я благодарю вас за внимание. Видеоурок по тому, как писать сочинение 15.2 завершен. Я желаю успеха всем ученикам, максимального балла на экзамене, а всем учителям терпения и мудрости. У всех у нас все получится. Благодарю за внимание.